Пу-пу-пу, дисклеймер. Ага, взять можно? Приклеено к стене. Понял. Это хорошо упаковано. И взять нельзя. На мне уже есть белье. Что? Это мешки. Пока все в порядке. Спасибо. Ты понимаешь, насколько все плохо, если персонаж сам решил включить свет? Как же она включается и она такая? Это же кошмар. Замок. А как я тут должен ориентироваться? Слышишь, вот. Слушай, ну по-моему вот это вот ублюдка, конечно, тебе не кажется? Так, хер вообще видно, чё? Чё, куда жать? Так, свет включай. Так, тебе резная. Шланг. Я хотела стать пожарником. И всегда была бы совсем не им. Что? Я хотела стать пожарником. И всегда была бы со всем не им. Я понял, 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 понял. На хрен потратим всю воду? А не офигеет еще какая коммуналка у них будет. А и все мы просто. Как я выгляжу? Интересно. Вообще-то я думала, что я блондинка. Ну а типа вот так вот посмотреть волосы нельзя? У тебя они длинные. Даже может, воду можно набрать. И так чистый. Да, я не мыть-то хотела. По стакан, кстати. Тут все равно осталось пятно. И заеди, проклятое пятно. И заеди, говорю. Ну стакан-то чистый, теперь. Не, хрен там. Ну а че? Давай, не знаю. Мы же в дурдоме. Давай порежем воду. Нет, заржавеет. Понял. Слушай, у тебя прямо на все есть ответы? Нет, тогда они станут несъедобными. Слушай, у меня прямо на все есть ответ. Круто. Че ты орешь? И так чистый. Так, я понял. Хорошо. А, фу, я думал, мы на это потратили блин кетчуп. Ну, теперь же нато красивее суши. Пусть все мы вообще в дурке. Пусть спасибо скажут, что кетчуп и горчица, они говно. Хотите что-то заказать? Воды из-под крана. С вас 3 евро. Че, реально продала? Ладно, короче, вряд ли мы тут что-то сможем использовать правильно. Пошли. Так, эта комната бесполезная. Надо запомнить, чтобы я в нее вообще больше не заходил. С дальней мы пришли. Вот это вот почему-то вообще никак не реагирует. Только есть вот это вот. И через эту дверь мы, наверное, сможем выйти. А ты кто? Привет, принцесса. Что ты делаешь в сумасшедшем доме? Подожди. Не отвечай. Не отвечай. Ты Эдна, правильно? Откуда ты знаешь это? Есть не так много вещей, которые доктор Марсел скрывает от меня. Например, то, что он держит тебя в башне под замком. Мы товарищи по несчастью. Меня зовут Ключник. Забавная кличка. Не находишь? Что ты еще знаешь обо мне? Что ты еще знаешь обо мне? Только то, что какая-то темная тайна связывает тебя с доктором. Замалчиваемая темная тайна. Он тратит много времени и энергии на то, чтобы погасить твои воспоминания. Можно сказать, это его личный крестовый поход. И то, что ты находишь снова и снова возможность все вспомнить, заставляет его неистовствовать. Что ты еще знаешь обо мне? Только то, что какая-то темная... Так, я понял, это я зря нашел. Знаешь ли ты, как отсюда выбраться? Да. Что, да? Так, я знаю, как отсюда выбраться. У меня было много времени, чтобы разработать план побега. Только здесь, внутри, у меня связаны руки. Ты же можешь передвигаться свободно. И ты хитра, в отличие от других заключенных. И? Как выглядит твой план? Прежде всего, ты должна оказаться по ту сторону решеток. Для этого нужно сделать копию главного ключа. Мы вместе выйдем из здания. Кстати, дверь в мою камеру этот ключ тоже откроет. Нам понадобится машина, чтобы покинуть территорию. Звучит просто, но... Как оказаться по ту сторону решеток? Ты, конечно, найдешь дорогу. Может, по системе бельевого лифта? В подвале есть еще один выход. Только не рискуй зря. Если ты упадешь там без мягкой подкладки, ты сломаешь себе все кости. И тогда мой план пропадет. Спасибо за заботу. Как мне сделать копию главного ключа? Сначала ты должна найти оригинал. Потом тебе понадобится глина для отпечатка. Печь, чтобы обжечь глину. И немного плавкого металла, чтобы отлить копию. Золото было бы для этого идеально. Хрена себе. Как мне найти золото? Хм... Доктор Марселл очень хорошо запирает свои награды, полученные за победы в полу. Единственной альтернативой, которую я вижу, является медаль Адриана за соревнования по сбору паззлов. Разумеется, Адриан сидит надутый в своей подушечной крепости. Его охраняет этот плейбой. Как же его зовут? Дрогельбехер. Ну ладно. Он такой же придурковатый, как и сам Адриан. Он постоянно играет в угадай мысли. Будет сложно выманить у него медаль. Даже если ты пройдешь мимо Дрогельбехера. Как мне достать глину? Хороший вопрос. Глина, которую выдают на трудовой терапии, полностью переделана в эти отвратительные пепельницы. От нее нет толку. Но, может, тебе чем-то поможет знание того, что фундамент учреждения сооружался на весьма глинистой почве. Ага. Как мне найти машину? Всему свое время. До этого еще далеко. Где мне найти главный ключ? Это просто. Он есть у охранника. Его зовут Пузырь. Сегодня у Пузыря смена в контрольном помещении на третьем этаже. Он следит за мониторами. Он очень невнимателен. Но что касается ключа, то он как охотничий пес. Вероятно, тебе придется его как-то отвлечь. Так. Так-так-так. Хорошо. Я думаю, теперь я знаю, что нужно делать. Удачи, Эдна. Есть ли у тебя еще вопросы? Так, что ты знаешь еще обо мне? Возвращаясь к твоему плану. Почему? Почему ты сидишь в одиночной камере? Меня считают опасным. И они правы. Больше тебе ничего не нужно знать. Понял. Что ты еще знаешь о докторе Марселе? Он больной человек. Его ведет ненависть. После смерти сына он стал злым и взбалмошным. Запирается в своей тайной комнате. И истязает электрошоком своих пациентов. Какая-то темная тайна связывает тебя с доктором. Он одержим мыслью погасить твои воспоминания. Этой информации достаточно? Сейчас склероз ты мне это говорил. Мне не нужна твоя помощь. Я так не думаю. А, ну хорошо. Мне нужно идти. Передавай привет свободе. Хорошо. Пусто. Ладно. Как ты думаешь, Харви? Нажать? Я бы на это посмотрел. Я это сделаю. Ну так сделай. Я это сделаю. Правда? Ну так сделай. Серьезно. Трусишка. Ну и что теперь? Ничего. Понятно. Нет времени на отдых. Понял. Картинки с конкурсами с психомесяца. Здесь значится, что мисс Сентябрь заколола мужа и съела собаку. Сексуально. По культурне харф. Если бы все было так просто. А это дверь в его камеру. Я думал это выход. Но подожди. А куда нам идти? Ну все получается. Ака-то. О, конец коридора. Там что? Ой. Понятно. Ну ладно. У меня выбора нет. Придется с ними поговорить. А вы что за голубики такие? Ну работники, блядь. Говорить. Говорить. С ними. С чего, издеваешься? Ты меня бесишь? Привет. Привет. И еще раз привет. Кто вы? Я Моти. А это мой брат-близнец Хоти. Мы сиамские близнецы. Но ты, конечно же, знала об этом. Да-да. Хоти и Моти. Это необычные имена. Ну да. Это из-за того, что наш отец японец. А наша мать-индианка Хопи. Ну ты, конечно, уже догадалась сама. Это видно по миндалевидным глазам Хоти. Почему вы здесь сидите? Мы следим, чтобы никто не украл нашу кровать. Но кровати все одинаковы. Ха. Тебе это только кажется. Если знать, на что нужно обращать внимание, то различия есть. Это как со мной и Хоти. Мало кто может различать нас. Но со временем все учатся находить отличия. Это как наша тайная сила близнецов. Мы видим различия там, где другие только беспомощно пожимают плечами. Вернемся к кроватям. На первый взгляд все они похожи. Но на этой... Только одна простыня. Почему вы носите один свитер? Глупый вопрос. Для двух свитеров слишком тепло. Вы не сямские близнецы. Верно. Собственно, мы сямские тройняшки. Но Бротти изучает историю искусства в Париже. Ну да. Он всегда был немного сумасшедшим. Я сваливаю. Вы со мной? А, не. Все-таки здесь у нас есть самое мягкое одеяло во всем доме. Да и куда нам идти? Пока. Ага. Передай привет свободе. По факту они бесполезные были, правильно? Только сказали различать кровати. А тут в любом случае взаимодействия с ними нельзя. С кроватями взаимодействовать. Ну то есть получается они вообще ни о чем. Здорово тогда. Но выбраться здесь явно уже не получится. Тогда пошли на выход. Че? Вперед. А можно выбрать, куда мне ехать? Блин, чтобы отсюда выйти, надо с ним поговорить, да? О, новая соседка. Следующий выход потихоньку приближается. Ну да. У меня такое чувство, что время идет потихоньку, пока мы разговариваем. О, а вот и он. Так, найдись каждый раз, разные этажи будут? Да, отлично. Здорово, зашибись. Я же переломаю себе все кости. Ага. Ага. А у меня что-то мягкое есть? А вот и следующий выход. Слушай, я у тебя ничего не спрашивал. Твою мать. Мы опять вернулись назад, да? А че ж делать? Нам надо в подвал. Подвал, так ладно. В подвал мы пока не можем идти за глиной. Потом золота. Нужно, нужно дроггельбехера пройти. Ножка стула, хар... Блин, мы, получается, все застряли. Нам нужно то, чего у нас сейчас нет. Но надо съесть, блядь, замок. Я тебе говорю. Не туда ты зашла. А, туда. Я случайно зашел туда, куда надо. Или мелкие можно у него взять восковые. Так, подожди. Надо как-то вот здесь вот у него отобрать вот эту жижу. Да блин. Лучше я не буду оттуда пить. У меня такая изжога и... Трусиха. Да я не пить хотел. Это шляп, шляп, шляп. Ух, я уж подумал. Так, это не то. Мне надо как-то набрать это. Эй, хрен знает как. Вперед, Харви. Фас. Блин. А, мне лопату еще надо взять. Точно. А каким образом? Эй, не трогай. Это единственная ложка, которая... Которую раздалось раздобыть. Подожди. Вот тут я как бы и застрял. И что мне теперь делать? Лопату я у него забрать пока не могу. Ну иди, давай, не тупи. Остается только как-то забрать у него мелкий. Но тут еще и ключ есть, но она не хочет его убрать. Только потому что я стою здесь из лю... Да, я понял, привет, человек пчела. Привет, незнакомка. Меня зовут Эдна. Назвай меня, Жоня. Я не разговариваю. Значит... Фигуристые ножницы, нахрена нам? Я взяла у тебя фигурные ножницы. Если ты не против, я дам тебе совет. Положи их обратно. Они приносят только горе. Почему? Что случилось? Скажем так. Раньше я был человек в шершень. О, боже. Кожмар. Подожди, но я не понял прикола. Что нам тогда реально делать? Блин. Блин, 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 блин. В чем-то подвох. Нам надо как-то сломать замок. Сломает замок можно той кислотой, но она не хочет ни в кастрюле, ни в стакан ее набирать. Чипсы нам некуда девать. Это все тоже куда нам? Кетчуп. Е-001 Кадмий. Заменитель томата из урановых отходов. Кетчуп хранить в недоступном для детей месте. Кетчуп не является продуктом питания и не предназначен для употребления в пищу. Что? Ты не говори такое. Так, ну давай, не знаю, кетчуп и горчицу смешаем. С без луком и с без колбасой. В булочке? С без булочкой прямо так. Ух ты! Так, ты зачем это сделал? Но я не знаю, давай использовать. Что мы тут можем-то? Тут как бы понимаешь? И ножницы. Несколько узоров не повредят. Но это ничего не изменилось. И что мне с этим делать, я не понимаю. Плюшка для пола. Здорово, у меня есть еще и ноготь. Нахрена? Что мне с ручкой делать? Ты понимаешь, я тебе вообще ничего не понимаю. Может ручку ему можно отдать, чтобы он поменял их на мелки? Ну-ка, использовать ручку и мелки. Ручка супер, я не хочу меняться. Ты что, издеваешься? Ну, туда возвращаться бесполезно, правильно? Там у нас вообще ничего нет. Единственное, что нас посло, это если бы мы тут могли пройти насквозь. Но мы не можем пройти сквозь решетку. Это единственное, что как бы нас сдержит. Куда ты пошла? Я нажимал на дверь, а на кто-то туда свалил. Замок, вот что мне? Может как-то с замком можно что-то из этого сделать? Я не знаю. Нет ключа. Я вижу, спасибо большое. Мне не это смущает. Кал для коктейля. Прихватки, ручки, может испорченная ножка стула. Черт, я слишком неловкая для этого. Похоже, что без ключа я сюда не попаду. Это-то хрен знает, что делать. Но этот ушел, а он даже не ушел. Посидите спокойно. У меня есть идея. Вы свободны. Ого, что это такое? Как ты это сделала? Ты хирург? Так, допустим, мы их освободили. Теперь уходим. Уходим, уходим, уходим. Так, так. Чуть вытих крен отсюда, выйдешь. Где ты? Заслук постоянно. Так, что ты делаешь? Походи отсюда. Так, где у нас тут выход? Вот они, пошли. Заколебался. Слушай, я сейчас посмотрел, короче, в интернете, когда дальше. Потому что я уже все застрял, я все перепробовал. Блин. Оказывается, там раньше нужно было взять полицейский жетон в пачке копьев. Вот и следующий выход. А, все. А, бобу-бобу. А, я, я, я не взял. А как мне теперь дальше проходить? Я не знаю. И что? Походу, я застрял, и мне придется все перепроходить, я не знаю. Сейчас попробуем. Конечно, есть идея, как это можно исправить, но если не прокатит, это получается всю игру заново проходить. Это жопу будет. Так, возвращайся. Блин. Как так вообще могли допустить, что я могу пройти дальше, если я не все собрал? А вот и следующий выход. Так, пошли. Так, туда пошли. Отлично, они ушли. Ну, а один хрен. Так, давай используем чипсы. В кровати нельзя есть чипсы. Так, хорошо, все. Дальше мы идем вниз. Так, пошли, 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 уходим. Сейчас, по идее, мы сможем спуститься в подвал, все. А через подвал, я надеюсь, уже... Не, подожди, это подвал, а то третий этаж... Я запутался. Короче, сейчас посмотрим, если мы сможем опять наверх подняться, то это отлично, все. Вот, почитал, мы сейчас, по-моему, должны и наоборот спуститься. Ну, в прачечную. Только прачечная, блядь, это какой этаж? Третий, если третий, то идеально просто. Так, все отлично, это наверх. Сейчас еще осмотрим, но мне главное это проверить. Так, доктор Марсел, так не то. Дверь, что за дверь? Блядь, это мы сюда вышли. Так, там лестница есть. Держи, это мы где? Фу, мы смогли выбраться, отлично. Все, дальше, тогда дальше можно прийти. Сейчас я... Нет, туда мы больше не пойдем, я помню, там нас накрыли. Сюда идем. Байли. Нет, подожди, нас тут накрыли. Я забыл, где нас поймали, чтобы туда больше не идти. Замок не туда, подожди, а, подожди, может сюда вообще? Так, это не то. Куда же нам надо было, да? Я забыл, где это место находится. Так, ну это главный выход, правильно, туда лучше не идти. Вот здесь все-таки что ли? Или это выход? Ох, йо, нет, тут мы еще не были. Подожди, назад, 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 назад. Сейчас надо именно это место найти, значок, чтобы забрать. А, по-моему, он на третьем этаже, прям, да-да-да-да-да, кажется. Я примерно помню, где это. Так, так, пошли. Ага. Так, пошли опять вверх. Это у нас куда ведет? Так, это я помню, это не то. А, вот еще выше можно. Как я мог не заметить? Все, отличный, по-моему. Нет, 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 нет. А сейчас мы туда идем или нет? Нет, давай еще выше пойдем. Я запутался в этих этажах. Я, подожди, по-моему, вот сейчас мы не туда пришли. Сколько можно вообще? Я уже запутался во всем, понимаешь? Я не понимаю. Но здесь, по-моему, охрана сидела, да? Да, здесь охранник сидел. Это не то. Выходим. Сюда пошли. Вот здесь вот, по-моему. Да, вот здесь все. А то без этого мы в игру не прошли. Отлично. А нож? Хлопер. Шоколадный кусочек. Да не то, не то, не то. А как нам ножницами? Подожди, не то. Ножик и вилка. Пробелы. Нет, нет, нет. Ножницы. Хорошая мысль. Я вырежу по краям кукурузных хлопьев зигзагообразную кромочку. И у меня получится мини-сюрикены со вкусом корицы. И я стану непобедимой. У-ха-ха! Что? Моя мечта в сладких крошках. Я не это хотел. Чего сделала вообще? Подожди. Взять можно? Можно. Вот, вот здесь вот теперь. Ножницы и хлопья. Хорошая мысль. Я вырежу по краям кукурузным. Не то, не мечта. Это не то. Может нож все-таки? Что? Да что же это такое? Нож такой тупой, что даже кукурузные хлопья не режет. Ты что, издеваешься? А как ее открыть? Короче, суть в том, что нам надо это открыть, после чего мы получаем значок и со значком идем к Дроггельбехеру. Все. На этом я дальше не читал. Как его взять открыть-то я не помню. Эй, здесь был сюрприз. Это настоящее полицейское удостоверение из мелких деталей, которые можно проглотить. Круто. Готова поспорить. Только самым крутым копам выдают мелкие детали, которые можно проглотить. Наконец-то все. Мы теперь спокойно можем дальше проходить игру. Но этот момент меня напряг. Я реально испугался. Я прочитал, типа, надо сначала взять значок и идти. И я такой, опа-на. А мы-то его не взяли. Ну, хорошо. Ну, маленькая подсказка. Это, я думаю, не сильно страшно. Потому что я прямо испугался очень сильно. Ладно, на этом все. Все ссылки в описании. Напиши в любом интерфейс-авакшеме. Меня произойдет сразу после закона шоу. Сидеться на следующий серию. На этом все. Скоро увидимся.